господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешного номер 349 события дня эпиграф иакова 4 4 прелюбодеи прелюбодейцы не знаете ли что дружба с миром есть вражда против бога и так кто хочет быть другом миру тот становится врагом богу в одном предложении показа но сначала дал кличку им а то запретить тебе господь говорить нельзя совершенно не понимает о чем там решила если слово безумный нигде не употребляется зачем его господь говорил безумный я тут показал уже и псалтыри везде я за тауз говорит кто отрицает бога не безумнейший ли из безумных так он осудил или еще конкретно нельзя всем скопом можно но разве это не безумные люди были пошли за большевиками за коммунистами другие пошли все оборщенные гитлером за пашизм вот это хорошо в общем то так взять эта теория или жизнь практика зулусов что хорошо когда я отниму у соседа жену дом а его убью а плохо когда меня убьют от плохо под москву подошли хорошо какой молодец европу захватил а теперь а теперь плохо бомбят стирают как дрезден с лица земли города это плохо а варшаву сами разрушили это хорошо а что нужно делать верить во христа молиться и все это то что люди дружат с миром пошли затем затем прелюбодеи прелюбодеицы вот интересно все воевали и адвентисты седьмого дня принимали у гитлера клятву клялись на верность фюреру и здесь своему фюреру усатому этот какой-то волосы оставлял под носом как стоплющик какой-то даже смешно усы все-таки усы видать этого ничего нету под носом чернота все время немытая ну все пошли католики воевали все воевали воевали здесь православное звали на борьбу с врагом и там не шли только кто что самые которые уже христианами нельзя назвать свидетелей его библии поршеры и главное поставил задачу гитлер истребить евреев цыган и свидетелей его бы и оказалось в конце война уже все закончилось лагеря эти разрушили сожгли самый малый процент гибели именно в этих свидетелей его бы что это в юридике неужели бог за юридиков за этих там даже юридиками нельзя назвать то христа за бога не признают все искажает библию переводы все по-своему лгут а задуматься то есть на чем есть они вообще все религии от сатаны любая власть от сатаны ну вдумайтесь об этом то есть они не шли я сидел с такими гончар и бурак вот два так называется свидетелей головы в жанатасе жамбульской области казахстане я когда отбывал там наказание от власти еще девятьсот восемь шестом году и хорошие ребята ну просто хорошие они спокойно так себя ведут не тоскуют и наркотики за что не шли в армию не шли присягу не принимали нас помните восемь шестой год а там было еще раньше семьдесят девятого вспомнить надо приходится почти десять лет отдали афганистану сколько не вернулась обманывали 14 тысяч семьсот оказалось цифры все были занижены сколько раненых коллег без ног вот а у них все целые отсидели три года больше их не трогают не так что вышел не пошел опять не идут ни один просто поставили в учение свое но нет этого у других то почему а кто будет защищать они так вопрос не ставили не гитлера гитлера зачем было защищать когда он нападал и везде все самое успешное время ему служили ну кто были ссовцы кто сам гитлер там хору маленький был пел и здесь тоже сталин был семинаристом ну просто задуматься вот это да он не родился вы гитлера сталина стивы были верующие тут надо намного раньше говорить то а как ты будешь не как мы пацифисты мы за мир я видел такое своими глазами как убивает людей и прочее где-то сам остался живой и попытки даже не было меня уничтожить и как бог поставил защиту охрану и и после только говорили в этот день мы готовились убить тебя и пришли вдвоем а я один сидел занимался и не знал багерскую рубку на корабле приходит жена фролова капитана и расстроила их план и никто ничего не знал потом только мне уже сами они сказали при том за что не за что за то что я верующий и бог меня спас а сколько погибло вот довериться только стоит богу не дружить с миром а как мир где но телевизоры имели вот телевизоры а библиотеки посмотрите что там есть и мне приходилось вы призывали меня разобрать библиотеку разобрать большую библиотеку на три части что-то оставить классика там разная достоевского но есть такая разницы нету диккенса можно продать а есть такие как вольтер дедро русо там что тогда был ярославский губельман это все под нож под нож то есть отрываем сразу корочки остановим макулатуру выбрасывали разобраться надо с этим какая одежда вот сейчас придумали одежду ну какая это одежда сейчас пишет а это вредно но уже в моду взяло ничего нет вот только не написали пирсинки разные пупок надо проколоть стринги этих одна ниточка сзади идет только задница полностью голая я и ничего нету нету раньше хоть какие-то трусики были трусиков то никаких нету и она даже играется отверстие то не закрывает и все подхватили разрезы увидели спереди сзади разрезы с боков платья разрезы не заятка чтобы она мелькала и мелькала и но понятно что высота но бесстыдство это дружба с миром высокие каблуки уродство болит нога идти невозможно стоит на этих шпильках нога выкручивается сядет оси трава и скорее стягивает их из себя дружба то с миром в каждом проявляется в одежде во всем клоунада устроена дружба с миром пионеры были комсомольцы а ну-ка коснитесь люди моего возраста кто не был пионерах комсомольцев то в партию лезли везде у нас мама не знала евангелия просто говорила нельзя это делать иначе ты будешь мучиться в аду в огне она книга была лицевая то есть картинами показали кто матерится там за язык подвешенный за внизу его змеи грызут ну разная там какая у человека фантазия была кто это издавал но это было вполне доходчиво дружба с миром не знаете ли не знают и сегодня не знают показывать причащая священник там девчонка или кто-то без платка это понимаете это везде боязнь потерять паства она теряется я приехал в америку в лос-анджелесе и был на знаком близко с архиепископом антонием синькевичем он жил у орловых и я там жил у них лос-анджелесе нам с ним ходили я стал говорить а почему не смотрят ну как бы человека не оттолкнуть а он один из самых строгих канонистов был но уже вот я говорю вчера подходит к вам женщина сетка на тянут на голове сетка но ячейка вот такая вот эти и ячейка ну все волосы все на виду старуха ой что вы он мне говорит это матушка он батюшка то умер это матушка прищищается игру вы накрашенные лет 75 то было нет больше но идет прищищать все губы накрашены нельзя оттолкнуть можно но как я ложечкой даю а если на ложечке краска останется тогда я ее скажу вот видишь осталась краска это строго считаются требовав храм не запустил посмотрите какие каноны дружба то с миром как матушка восьмой десяток лет заканчивается накрашенный в таком виде бесплатка подходит при счастье нормально я рассказываю где это было девяносто втором году в лос-анджелесе ну маленько только глянуто а это что вражда против бога враг подходит поставь его на место враг выйди вон не оскверняй храм дружба с миром вражда против бога не почитаешь отца и мать заповеди подряд бери это не вражда еще вот вражда где не пожелай чужого конечно мирское заповеди там не лжесвидетельство мирское но там не сказано вражда вот тот становится врагом богу уже становится уже стал дружба с миром вот там маленького ступи тут маленький наконец ничего нигде нету нету за 25 ноября 2016 года вот это показать но еще четыре свидетельства о том чтобы не любить мир в том нет любви очень нет первая заповедь нарушена кто любит мир ты не можешь любить бога я его люблю а сам мирской стоишь по-мирски все бесплатков все бесплатков показывают какое-то училище женская директриса дореволюционная священник сидит одеты длинное платье все до одной бесплатка и ученицы и сама директриса александра кажется павлова вот фотографии от нее достали за ней ухаживал наша сестра валентина если вы были от мира то мир любил бы свое поэтому к нам они так и относятся как вы не от мира но я избрал вас от мира потому ненавидит вас мир а почему я передал им слово твое если ты библию имеешь считаешь поступаешь ты уже враг миру я не хочу быть я умер для мира и мир для меня два мертвеца они не могут любить два мертвеца ну и дальше посмотреть вот что остановиться можно тормознуть там где идет кто смотрит посвящается всем ушедшим из осанна церкви на контрол самое нижнее самое левое нажать а потом на сюда поставить курсор и сразу откроется где это легко искать ну и вот два еще ролика то сергей наши беседы были один служитель мпс сказал семинарий духовной академии мне дали очень много я научился так врать что и сам в это верю я вчера мне вопрос задают чем заниматься пенсионеру вопрос задали но задали в песенном виде мне надо чтобы он сам человек вышел он не может выйти вот как вы смотрите на такой-то ролик и показано там масленников сергей михайлович проповедник и он там говорит и говорит на том о последнем времени как бы ну все о католиках вот патриарх встречался и как есть и и что есть и его клеймят теми же самыми словами что меня сразу а это где там кемеровская епархия это кемеровская самая первая против меня выступила его называет это свой гуру все до православные а до этого свой гриф ставили на его книгах которые продавали прямо патриархии он стал говорить о покаянии покаянии говорит человек но говорит не так как эти семинаристы академисты то он врать не может видно что он честный человек то но он так понимает и в храме количество прихожан увеличил в четыре раза него на руках должны бы носить как павел говорит вам надлежало хвалить меня напрашивается на хвалу они его поносят как только могут и сразу же новосибирска то биринея леонского но конечно все дворкинская это безобразники и главное причащаться много стал то есть полностью все православное но не такой и заревновали и вот кто-то канонизировал крошенинникова славика показываете ну мальчишка там ну плел про динозавров проще а вот нельзя канонизировать а почему же нельзя то вы канонизируете таких рядом не стоял бы с ними сталина уже рисует с одной стороны александр невский а там димитрий донской вот вот это все по зависти давид какой-то говорит спасибо большое на тихонность спасибо вам за эти знания которые вы открываете людям пусть господь благословит вас здравствуй на тихоныч христос посреди нас а это другое это другой уже человек пиопан митрополит и он мне говорит вот христос посреди нас и плюс что плюс означает это священники ставят ахиереи решил порекомендовать вам для удобства работы с текстами голосовой блокнот запомнить надо сервис где можно тексты наговаривать голосом при этом текст автоматически переводится в печатный текстовой вид я уже сколько раз обращался своим к администрации те годы лет десять назад я уже все время просил ну да есть да оно такое там не поймешь что она напишет и я опять проходит время мне так много вот проповеди отвечать печатать трудно не вижу а если бы так то говорить вот как по по skype то она бы записалась я бы это и скинул и вот он мне говорит мне можно тексты наговаривать голосом при этом текст автоматически переводится в печатный текстовой вид но я бы показал где вот она видите прочитайте вот она где спич под ру работая через браузер google chrome сам частенько пользуюсь когда идет поток мысли а записывать не успеваешь этот сервис и выручает правда приходится вычитывать и исправлять очи пятки это так она бывает потаса пищатки в кавычках просматриваю ваш видео дневник и отмечаю обжигающие для меня обличение трудись 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 замечательный стимул силы придает многократно благодарен вам за ваш пример опять плюс пример вот серодали масляника мне я потратил целый день с утра до самого вечера надо его мне было прослушать потом одну проповедь его прослушал другую он ведет как проповедь или лекцию как назвать тут а потом что о нем говорят везде но говорят большей частью с повторами я все это выписал и сегодня мне можно составить ролик показать как к этому относиться надо к нему но этот еще это упоминается попутно некоторые люди и как он вам общее впечатление хорошее хорошее на чем-то не согласен ну потому что для него главный игнатий брещенинов он для него авторитета для меня он никакой не авторитет совершенно и для меня он игнатий брещенов он не было не имела рождение свыше он был не евангельский христианин может он на небе но я говорю как мое мнение все это натяжка натягивали дальше просматриваю ваш видеоролик виде видеодневник вот это что пишем не торопясь считаю вашу книгу христианного православия с подавляющим большинством вами написанного согласен и разделяю на чем-то еще размышляю но одно могу сказать с уверенностью эта книга крик души и глаз вопиющего в пустыне но вопить мы должны если замолчим идти единицы спасаемых по нашим воплям потеряем напишите записки о живых усопших будем молиться о вас ну я вот это вот заочно пока болен помолились и все тем более об усопших где знаете я писать это не буду у нас не принято молиться за кого мы не знаем нет этого нет не то что я его отрицать докрепить я бог и хранить пресвятая богородица под покровом своим с братской любовью христовой и молитвой о вас вот и дальше показать вот это вчера для меня было как открытие какое весь день и когда я попросил никита никита а ну-ка найди мне где то что он быстренько все это дело бы никогда не вышел я стал говорить а попутно отвлекаясь и другие слова там сказал что-то и текстом все идет сразу скопировал в ворк переношу чтобы на листе было то почти без ошибок вот говорят в шоке я не люблю это слово там потрясение там но я очень удивлен был это вот 10 лет назад если бы было сколько я говорил где это в песенном виде я бы уже это представил в песенном виде сколько время я потерял печатал вот с книгами это же представь проповедь говорю это надо было печатать заниматься тут сестра одна галина и другие помогали то человек на пять-шесть мне помогали проповеди в вор сделать книги у меня открытым оком 30 тому где-то а я вот так и мне никого не надо это очень сильно может быть она тогда была еще не такая так чтобы без ошибок но и показать какие у нас есть ресурсы это вот мой мир мой мир я что ставлю на нашем видеоканале переношу сюда вот сегодня что события дня уже есть ты прав прав возвратишься второе и он зато ус третье вот там 4 еще должен быть поставлен вот я где в шапке заходите сюда тут можно почту писатель у нас я послал в октябре 14 октября кажется в испании получилось две коробки две коробки по четырнадцать с половиной килограмм книги все они не входят туда в пакеты потому что тара государственная пакеты дошли прямо быстро а эти посылки нигде границу пересекло дальше с лишения нигде они в германии задержаны во франции в испании где-то не прошли испанскую границу вот это определенно это сколько времени но система дает знать что шесть месяцев отвечают они за это обращаются уже через месяц еще надо дождаться уже в декабре может быть так конечно напряженно большая стоимость и вот здесь вот у меня что-то кто-то заходит что-то сказал сейчас я посмотрю кошка рыжая мышеловка хорошая кошка вот он как раз но ты а теперь речь идет мы здесь валерий рыбаков что тут говорит православное всегда спокоен веков защищали защищали получили у тебя впереди это все сказал то что взял меч от меча погибнет ведет в плен и сам поведет в плен будет мы второе это наш православный форум тут уже зайти вот новое сообщение нажать на первую страницу и участвовать писать здесь 1603 кажется уже темы темы огромные темы но есть много посещаемость вот тут на первое место вышло просмотров на один этот на одну тему сто сорок восемь тысяч сто тридцать два ответа три тысяч шестьсот восемьдесят девять это я ответов только дал только по одной темы это одна тема вторая внизу видите как тут 300 человек сейчас приходит в день ни выступления ничего нету ну и вот наш видеоканал как раз вот здесь выставляем отсюда потом я перекачивает туда очень удобно ну и что тут у нас посещаемость 4 миллиона это просмотров 500 с чем-то тысяч ну там подписчиков 5400 это конечно очень мало но люди знают приходят вот сегодня утром я встаю раньше раньше ложусь вот я встал в три часа допустим и тут просмотров сколько сорок шесть один час назад то есть меньше чем по один человек за минуту активности нету ну и сайт наш показать православный библейский сайт нажать на форум выскочишь нажать на видеоролик книги все здесь есть проповеди стихи фото насчитано 50 книг аудио 4124 ответа на вопросы которые по 50 55 тем 55 папок вот здесь приглашаем это огромный огромный сайт вот так вот на этом как бы и все вчерашнее самое большое для меня событие днем сижу один еще молиться пенсионеру пенсионеру еще делать вот лестовочка и скучно не будет маленько погодя звонят то роженица какая то кто-то там заболел то еще что-то поехал куда-то далеко поехал это значит поехал из киргизии в германию и конечно молимся другой молится и мы к вам собираемся приехать его заранее молишься подготавливаешь что-то то есть времени совершенно нету буквально спрессованная и только думаю как хорошо что есть такой период времени пенсионный возраст но это уже последний шлюз перед смертью и о смерти по-настоящему думать некогда оси сила есть пошел снег покидать ну я трудности были с позвоночником поэтому еду вот вчера самое главное было что это вот можно говорить и слова все напечатаются сейчас я начну пробовать это дело теперь я могу маленько под скайпом что-то отвечать а то печатать ошибок время уходит а сейчас только наговорил вчера говорю и какие-то слова счета берусь я на все слова эти пищатой я не знаю женский голос она берет или нет надо было задержать тут молельщиков то наши ну и все на этом во славу божию аллилуйя